Всем огромный привет! Очень рада видеть вас на своем канале об Амстердаме, путешествиях и, конечно же, моде. Предлагаю в этот прекрасный осенний денек распаковать вместе со мной посылочки с одеждой на осень и зиму. Рядом со мной их сейчас лежит ровно шесть штук, две из Zara, две из Mango и две из H&M. Первый раз снимаю видео такого формата, давайте вместе их раскроем, посмотрим, что там будет, порадуют нас эти вещи или нет. И, кстати, да, если вещь нас не порадует, я думаю, вы мне поможете в комментариях, скажете свое мнение, то какие-то вещи возможно отправиться обратно назад в магазин. И да, все ссылки на все вещи, которые я вам покажу сегодня в этом видео, как всегда, будут внизу в описании. Давайте первым делом откроем посылочку из Zara. Она самая красивая, самая яркая. С ней произошла интересная история, когда я ходила ее забирать на почте. Они ее очень долго не могли найти, хотя она все это время лежала на виду, потому что они искали что-то коричневое, бежевое, а такое вот ярко-розовое пятно они просто вот не замечали. Ну давайте не будем долго болтать, а уже распакуем посылочку. Первым мне попадается вот такой вот укороченный жакет. Ну что могу сказать, по первым впечатлениям, у него очень даже достойное качество, довольно плотный подклад. Давайте же скорее примерим. Мне нравится, как сел жакет. Мне кажется, будет здорово смотреться и поверх платьев, и с любым низом. Действительно создает такой немножко более собранный образ. Но есть такой нюанс, что он очень коротенький, прям вот до талии. Я надела сюда шорты, которые из всех вещей у меня на максимально высокой посадке. Так мне нравится, но если вот начинались бы они где-то вот здесь, была такая полоса. Но в целом жакет действительно классно структурирует образ. Мне нравится, как он смотрится на мне. Напишите, как вам, что вы думаете, оставлять или нет. А в этом мешочке должна лежать сумочка. Да, это она. Я думаю, ответ, почему я заказала такую сумку, лежит на поверхности, меня покорил ее цвет. Я не знаю, правильно ли он передастся на камере, но это такой приглушенный благородный тыквенный цвет, который, мне кажется, даст очень красивый акцент на осень. Она идет с такой большой массивной цепочкой, которая вроде как сделана из металла, судя по звуку, и выглядит даже вполне себе прилично. Как вы, наверное, уже поняли, заказала ее, чтобы добавить немного яркого цвета в свой довольно-таки нейтральный гардероб. Далее достаем вот такие вот светлые теплые лосины. В Санкт-Петербурге у меня уже были очень похожие лосины. Я бы сказала, такие же лосины, только в цвете хаки, и я в них не мерзла даже зимой. Поэтому, как только увидела, что Zara перевыпустили эти лосины, то сразу же себе заказала. Да, это абсолютно те же самые лосины. Они очень удобные, мягкие, теплые. В общем, в принципе, что еще нужно для базовых лосин? При этом они смотрятся больше даже как такие брючки, не прям вот как лосин-лосины. Еще мне нравится вот такой вот в них мягкий материал. Такая классная фактура, которую можно будет сочетать с кожей, с другими фактурами. А еще у них сбоку есть вот такой замочек, который можно расстегнуть, и будет видно немножко вашей обуви. Ну что, давайте теперь перейдем к такой вот коробочке из H&M. Первыми мне попадаются вот такие вот джинсы, которые были представлены во многих цветах на сайте H&M. Но я выбрала именно коричневый, потому что каждую осень меня стабильно тянет на именно вот такую вот коричневую гамму. Ребят, это просто шок. Носели они прекрасно. Даже в талии ничего особо не топорщится. Красивый, насыщенный коричневый цвет. При этом в них очень удобно. Стоили такие джинсы что-то около 14-15 евро. Считаю, что за такую цену это просто находка. Следующий на очереди у нас вот такой вот горчичный свитер с высоким воротником. Какой здесь был состав? Очень такая, знаете, легкая ткань. Прям очень легкая. 64% полиэстер, 30% акрил и 6% шерсть. В общем, я его заказала на распродаже. Он стоил примерно как джинсы небольших денег. И мне показалось, что именно вот такой горчичный осенний оттенок, он будет хорошо сочетаться и с осенью, и с моими коричневыми вещами. Мне кажется, мне очень идет этот цвет. Свитер очень неплохой. Мне нравится его минималистичный такой фасон, а-ля немножко такой дедушкин свитер, что тоже сейчас тренд, но тот тренд, который мне откликается. А еще он классно сочетается с джинсами. Его можно немножко так подзаправить. Напишите, как вам всегда со стороны виднее. Я в том числе снимаю все вещи на камеру, чтобы потом посмотреть на себя со стороны при монтаже и оценить уже, если бы это была не я так вот отстраненно, насколько эти вещи мне идут, не идут. Далее мы достаем такой трикотажный костюм в черном цвете, который состоит из удлиненного кардигана и трикотажных брюк. По первым ощущениям, я уже вижу его. Огромный-огромный минус, это очень тонкий трикотаж. Я просто, наверное, первый раз в жизни вижу новый и такой тонкий трикотаж, который, ну как будто уже, знаете, носили миллион лет. В общем, давайте примерим и посмотрим. Из плюсов. В нем довольно удобно, он действительно очень приятный к телу. Давно себе хотела какой-то такой костюм-униформу на повседневку. А если хочется принарядиться, то при заказе я предполагала, что можно будет расстегнуть кардиган и под низ надеть какой-нибудь, например, кожаный кроп-топ. Но меня очень сильно смущает толщина ткани. Костюм из-за такой толщины выглядит, знаете, таким. Висит, как такая тряпочка, выглядит, как будто вы его носили уже миллиард лет, и он уже так вот стерся, как какая-то очень старая какая-то вещь. В общем, не знаю, что делать. Прошу вас помочь мне и написать, что же мне все-таки делать, как вы считаете, оставлять или сдавать. Ну что, предлагаю открыть посылку от Mango. Очень ждала вот это платье-свитер. Увидела его в Mango и просто сразу же влюбилась с первого взгляда. И, по крайней мере, на первый взгляд оно вполне соответствует тому, что было на сайте. В отличие от того костюма от H&M, который на сайте казался так-то получше качеством. Вообще, Mango позиционирует это изделие как удлиненный свитер. Но я бы носила его и как платье, потому что длина вполне себе позволяет. Кстати, да, сзади полосочки другого цвета. Я бы носила как платье с какими-то объемными сапогами. В общем, если оставлю, то покажу вам этот образ. Кстати, почему он мне еще понравился? Подобный свитер или платье это было, я не знаю. Видела в каком-то старом французском фильме. И как вот увидела, у меня сразу, знаете, ассоциация со старой Францией. А еще мне очень нравится, как он ощущается на теле. Ткань очень плотная, выглядит симпатично. В общем, мне, если честно, нравится. Далее на очереди у нас вот такие вот светлые кожаные брюки. Этой осенью я решила добавить в свой гардероб светлые брюки. И меня осенила идея, что если взять светлые брюки в эко-коже, ну, либо в коже, то так будет гораздо практичнее. Потому что любую грязь можно будет просто быстренько протереть влажной салфеткой. Честно говоря, я боялась, что эти брюки будут маленькими, но они сели вполне себе хорошо. У меня размер 34. Они вполне себе удобные, приятные к телу. Мне очень нравится их такой оттенок бежевого, немножечко в розовинку. Ну, раз манго нас так радует, давайте продолжим распаковывать именно манго. Потом вернемся уже к посылкам из Zara и H&M. Как думаете, что это? Сумочка. В общем, да, это вот такая вот миленькая сумочка. Я бы назвала ее Teddy в оттенке какао. Правда, на сайте манго мне казалось, что она будет чуть более шоколадного такого оттенка. В руках ощущается как полноценная плюшевая игрушка, и, честно говоря, мне это нравится. Мне показалось, что будет интересно такую необычную фактуру сочетать с кожаными куртками, с кожаными брюками. Еще одна необычная вещь – это вот такие вот бархатные брюки. Их я взяла на распродажу в манго, где-то евро за 12. Кстати, уже могу сказать, что у них вполне себе неплохое качество, они довольно плотные. Я, честно говоря, думала, будет хуже, но давайте примерим. Это снова вау! Тот момент, когда ты ничего не ожидал, а вещь оказалась просто мега-классной. Очень нравится их фактура, будет прекрасно сочетаться и с кожей, и с трикотажем. На сайте такие брюки были еще в бордовом цвете, но вот бордовый бархат у меня уже сильно ассоциируется с вечеркой, в отличие от такого серого. Плюс серый бархат отливает серебристым таким металлическим отливом, а это сейчас просто мега-тренд. Но я уже об этом подумала после того, когда их заказала. Я думаю, что я их буду точно оставлять и буду носить с такими самыми простыми базовыми вещами. Со свитерами, с ботинками, чтобы образ был повседневный, не вечерний, но при этом с такой вот интересной изюминкой. Переходим ко второй посылке из H&M и уже на вкусненькое оставим коробочку от Zara. Вообще сейчас очень популярна тематика колледжа, школьной формы, и мне она как-то откликнулась. В общем, заказала вот такой вот свитшот. Он огромный, потому что размер у него L. Я хотела, чтобы он специально был очень большим. Здесь есть довольно большой логотип Ель, причем сам логотип он еще и плюшевый, мне это прям понравилось. Еще в такой же тематике школы, колледжа, университета заказала вот такую вот юбку в складочку. Свитшот действительно очень объемный, мне очень нравится, как внизу выглядывает юбка такой маленькой легкой оборочкой. В принципе, вот так я себе это видела, так я вот и хотела, чтобы оно было. Что касается юбки, то села она вполне себе хорошо. Единственный момент, что сзади она немножечко-немножечко образует такую складку, которую я никак не могу расправить. Но, в принципе, это не критично. И последнее, что мы сегодня откроем, это вот такая большая посылка-коробка от Zara. В ней находится аж три платья на осень, так что давайте посмотрим скорее. Обычно осень у меня тянет на какие-то нейтральные оттенки, но сейчас почему-то захотелось немножко раскрасить свой гардероб. Платье такое задорное, веселенькое, довольно симпатичное. Мне нравится вот этот розовый воротничок, но вижу пару минусов. Во-первых, оно довольно обтягивающее. Из-за вот такого вот момента, понятное дело, что нужно всегда держать спину, держать втянутом живот. Иначе, ну, по крайней мере, я в нем буду выглядеть не особо симпатичным. И второй минус, это его короткий рукав. Я не очень люблю короткий рукав на осень и зиму, потому что у меня мерзнут руки. И нужно будет постоянно думать, что же надеть поверх платья. И, в общем-то, да, при заказе я понимала, что эти минусы будут иметь место. Вспомнила, что я его заказала в том числе, потому что на фигуре модели оно смотрелось круто. Но я понимала, что у меня не такая фигура, как у нее. Даже если я максимально вообще втяну живот, я попалась в эту ловушку. Продолжая школьную тематику, приобрела вот такой вот сарафан, который мне напомнил не то чтобы школьную форму, не то чтобы детский какой-то сарафанчик. Выполнен он из черной эко-кожи. И, наверное, это чуть ли не единственная вещь, которая на распродаже Зари оставалась прямо до самого конца во всех размерах. Видимо, людям он как-то не особо зашел, а мне вот показался вполне себе интересным. Вообще, мне нравится контраст милоты и наивности такого, знаете, детского сарафанчика с черной брутальной эко-кожей. В общем, выглядит уже довольно интересно, что уж говорить о том, что если собрать полный образ, например, добавить еще колготки черные, ботильоны, в общем, как-то еще интересно обыграть. Надела со своей белой блузочкой и мне уже даже так нравится, как смотрится. Немножко такая отсылка к школьной форме, но это та школьная форма, которую вот я бы сейчас с удовольствием носила. Ого, какое оно тяжеленное! В общем, это еще одна вещь, которую я ухватила уже в самом-самом завершении распродажи. Остатки всегда сладкие. Это, как вы можете видеть, вот такое бежевое трикотажное длинное платье. Причем здесь вот трикотаж уже прям сразу ощущается, что он действительно хороший, он очень плотный. Не то, что в том костюме у H&M. У меня было недавно очень похожее платье из манго, которое я заносила. Так что решила повторить это платье, потому что поняла, что для меня такой формат платьев работает. Мне осенью всегда хочется закутаться в что-то такое приятное, трикотажненькое. Так что давайте уже примерим это платье. В общем, из плюсов мне нравится воротничок такой, вот стойка у этого платья, что закрывает шею. Ткань, действительно трикотаж очень плотный, классный. Но минус, что он очень тяжелый и вот это все, знаете, как-то оно давит вот так на плечи, хочется сесть. Честно говоря, у меня такое первый раз с платьем. Как-то, знаете, хочется его вот так хотя бы рукой здесь поддержать. Возможно, сюда все-таки стоит попробовать ремень. В общем, действительно, с ремнем оно и стало более удобным и, мне кажется, выглядит лучше. В общем, напишите, что думаете. А на этом у меня все. Огромное спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Не забудьте подписаться, поставить палец вверх, если вам видео понравилось. А мы с вами увидимся ровно через неделю в следующем видео. Пока-пока!